В воскресный день вышли после богослужения из храма. Ирина Анатольевна, скажите, когда занятие, во сколько? Пастух просит в 12 часов сделать. В 12? А когда батюшке, когда нет, у нас в 11 было. Ну, слышали? Пасет коров Степа, и он просит, чтобы он успел попасть в 12 сделать. Кто это? Степа Устинова. Значит, такое важное сообщение. Получили бумагу. Следующий понедельник, 26 будет, в 9 утра, будет суд по тому делу, которое было здесь. Тебе не было? Ничего? Значит, нет. А батюшка у меня запиксировано, как переводчик, я не слышу. А вон я пришел, а я уезжаю. А письмо вдруг пришло ему или раньше дали, и все осталось. Я просил, никак. А бумажка? А что нужно? Ну, сказать. То, что они сейчас делают, чтобы Господь позволил во всей подлинности показать, что они сейчас делают. Это все на уничтожение русского народа, что они сейчас делают. Это мне поступили сообщения, сколько лесов где горит, умышленно поджигают, а потом продают. Речь идет об огромных суммах, миллионах, которые зарабатывают. А мы спасали. То есть вы здесь спасали, тушили, все это дело было. И как это будет, и что? Я написал одно. Вы 25 тысяч уже высчитали? У меня пенсия 12 тысяч, а почему маленькая? Мне не давали нигде работать. До этого я работал на корабле, это другая страна, Балтика. Все отрезано. Я был прорабом, работал. Здесь, там совсем семь с половиной, кажется, месяцев. А дальше, после того, как осужден был, вернулся, нигде не принимать на работе. Только во вневедомственной охране того района, при милиции, где я живу, чтобы все время быть под присмотром. Советская власть так дрожала. Но охранник, что он получает-то? А это 12 тысяч. Они с меня уже... Я-то отдать должен. Вы по моему делу идете. 25 тысяч на скребу отдам. Это два месяца. Я не должен ни пить, ни есть, ни за квартиру не платить, ничего нет. Я им написал. Поэтому для меня лучше, если меня арестуют. В тюрьме, по крайней мере, я говорю, хоть накормят. А вы все отнимаете... Никуда не... Совершенно. Даже это советская власть так не делала. Так что, прошу, кому это к сердцу, помолиться. Потому что там будет свидетельство. Подготовили материал. В среду, примерно, я уже скину его. Отпечатать надо будет. И для адвоката. Там работают люди. Не только отсюда, далеко. Главное... Самое главное показать. Знали ли они, что тут растет. Район и все. Они ни разу не были, не знают. Ущерб никакого нету. Даже об этом разговора нету. Молитва объединяет людей. Если Господь благословит, то услышит еще и другие. По милости Божией. Вот видите, как мы... Я даже как-то напряженно так было. Епископ приедет как... А когда поехал, он как будто все время среди нас был. Вот. А другие, а другие там бывают где-то и против, где-то... Кто нас не касается. Здесь... А они там каждый день, это... Юридические университеты там... Факультеты выпускают. Им надо какую-то работу дать. Работа такая только. Бери, дави. Но это не всегда получается. В любом варианте придется опротестовывать через краевой суд. Если тут что-то будет сделано. Самое неуязвимое, пишут, это моя биография. В первую очередь возраст. Второй возраст. Меня тюрьмами пугать не надо. Я там был, знаю. В пяти тюрьмах отбывал. И в лагере. Я реабилитировал. У меня свидетельства. Одно на Алтайский край с льготом, а другое на всю страну. Два свидетельства есть. Ну, я так прикидываю как. А что они с меня возьмут? И за что? Мы делали работу, которую должны были делать рабочие. Двадцать третьего марта, в девяносто втором году, под номером сорок семь, вышел документ за подписью Сурикова, будущем губернатора Суриков Александра Александровича. И там приняты второй пункт. Восстановить поселок Потеряевку. И за тридцать лет, с девяносто второго года, ни копейки. Вот даже которые нельзя проехать дорогу, воздействие. Это все мы сами делали. Восстановить пруды. Восстановить во всей инфраструктуре. А сколько на это ушло? Вы помните, первый мостик вообще проехать никак нельзя было там. А второй там прорван на пять с половиной метров, примерно ширина была и глубина до самого дна. Нигде ничего не было. Все это замазали, закрыли. Нынче, видите, устояло. Люди помогают. Мы на Семаковском нынче 14 мужиков работали сразу. Чтобы назначили комиссии, проверили сколько мы потратили. Только на бульдозере я заплатил 546 тысяч. Не 25, которые взыскали, нашли они. У него написано так, по преступлению. То есть это, ну, статья, там 260 пункт первый сегодня. То есть это предположение. Поэтому на суде они еще, как сказать, не повесили эту статью. А суд будет решать, соответствует или нет. Вы расслышали меня? Помолиться. В понедельник, ровно через неделю, вот, брат Николай Георгиевич Кузьмин на Володиной машине нас повезет, договорились. Вот сколько у нас и будет батюшка, я и Володя. А Володя там в свидетелях идет. И о нем помолитесь. Чтобы или молчал, или мыщал. Лишнего слова не сказать. А у него еще нет, он не знает он. Позвонил только, чтобы дали машину. Он никакого в огороде не вылазит. Вопросы? Благодарю. Я вот что хотел сказать. Тут вот у нас нет кое-кого. По суд, только два дома коров. А вещек нету. И когда пошли мы в лагерь, я давненько там не был-то. Там, как заходишь с той стороны, ну, такая ширина примерно. Вот такая, ну, этот, входить-то. И оно на каких-то там проволочках ее сдвинуть никак нельзя. Его надо поднимать вот так вот, воротину отворачивать. А она, Настя, вот так открыта. И видно, по ней били, и туда эти осколки летели. Осколки туда летели. Туда и сюда. А теперь, раз открыто, теперь говорит еще. Где колокол было там, все свалено. Там столовой, там, видимо, коровы ходили, или человек ходил. Кто пасет, с этим человеком я встречался. Однажды я встаю там, а меня и не видно. Этот человек подходит, у него палка длинная такая. Он без заграда заламывает, отламывает одну, отламывает вторую. Пастух. Я его за руку и привел сюда. Ну, а тут что? Если бы были дружественны, они бы приняли какие-то меры. Я подходил к каждому. Подходил к Стёпе. Там, где... Это я говорю про лагерь. А где там, там, когда вода как бы уходит, брал бульдозы и яма. А яма, вода, она высохла. И туда, которые лежат у нас там жердочки, палочки, палки, они туда утащили. Я обоих предупредил пастухов. Ну, вы же не будете это делать. И забрал и обратно унес. Прихожу опять там. Корова не может вынести из-за ограды и понести туда и на том конце бросить. Зачем это нужно? Я их предупреждал. Того и другого. Оба никак. Это мы не делали. Ну, кто? А я, взрослые, даже не беру. Зачем бы они делали это ломали? Это же общее. Если у нас это получится, вот это... Потому что бульдозер, когда ходил, то у нас ограда. Все равно раздавливал глину и она уходила. Нынче ведрами таскали. И поэтому, которая наклонилась, мы вот так отрезали. Там пустота. Прокопали. И теперь второе ограждение сделали. Посмотрите. Думаю, что будет. Это чуть не в полтора раза еще увеличится сколько. Сейчас почти два метра. Будет где-то около трех метров. Поэтому глубина. И рыба будет. Там рыба уже есть. Рыба хорошая. Рыба. Завезенная. Мы больше тысячи туда запустили. Батюшка все время где-то поймает мордушку. Тащит туда небольшие. И поэтому стараемся. Это для чего? Ждать от государства. Ну и сидели бы мы. Как-то сестра Неонила говорит. Вот вы делайте дорогу. А напротив Игоря, помните, как по кирпичам прыгали, ходили там где-то. А когда будете делать? Как будто организация какая. Овечки там разодрали. А мы сетка радость этой. И коровы в это время сломали жертвы. Ну что они на нас? А что заделайте? И за коров, и за овечек. Ну мы взяли это на себя с радостью. Я говорю, ребята, скорее надо делать. Кто-нибудь перехватит работу так. Потому что они работают. У них свое есть. Мы как одна семья живем здесь. И поэтому поддержка это молитва. Я вам рассказываю то, что приемлемо будет. Все у меня. Если Господь благословит, то ехать 10 как всегда в сентябре. Ну, кажется, понедельник тоже. Поехали. Поехали. Presidentถи Мне. Наступ Nintendoが свистую.